В регионе готовится встретить день медицинского работника. Согласно данным статистики, профессию врача выбирает все больше россиян. Врачебное и сестринское дело снова востребованная специальность. О трудовых буднях, людей в белых халатах в материале Татьяны Пудовой. Она не ставит диагнозы и не назначает лечение, но от ее профессионализма и любви к пациентам зависит выздоровление. Елена Михайловна Маркова работает медсестрой в урологическом отделении Сызранской центральной городской больницы. Говорит, ни на что не променяет свою работу. Живешь в больнице. Коллектив у меня замечательный. Все сестры с высшей категорией, с большим опытом работы, поэтому мне легко работать в отделении, а не мой тыл и опора. Итак, 28 лет день за днем приходят пациентам на помощь. С раннего утра первое и то поздно. Прекрасный работник, организатор. Что я вот лично заметил, лежу тут 10 дней, нет суеты. Но и очень приятно то, что заходят они всегда с улыбкой. Медицинская сестра именно вот и должна быть такой. Очень отзывчивая, очень добрая, очень милосердная. Ее заслуги неоднократно были высоко оценены. Она награждалась в 2013 году грамотой губернатора Самарской области и в 2015 году грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Она прошла путь от обычной постовой медсестры до старшей медсестры, поэтому она знает всю полностью работу урологического отделения. За все годы, которые она провела в нашем отделении, она показала себя очень грамотным и ценным специалистом. Поднять престиж профессии – основная задача, которая стоит перед министерством и вполне ощутимые шаги в этом направлении делаются. Для среднего звена медперсонала также увеличивается заработная плата. Миссию медсестер трудно переоценить, ведь от этих рук зависят сроки выздоровления. И для Елены Михайловны, и для ее коллег лучшая оценка – благодарность пациентов. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии Сызрань.